Специальная служба, ведущая сохранность белорусского документального наследия в нашей стране, развита широко. Всего в архивную сферу входит 169 подведомственных организаций. Одна из них – это учреждение «Зональный государственный архив» в городе Пинске. Основан он был в феврале 1940 года. Сейчас архив нашего города состоит из двух отделов. Это отдел дела производства и формирования Национального архивного фонда. И второй отдел – это отдел обеспечения сохранности и использования документов. Архив непосредственно производит обработку документов, составляет научно-справочный аппарат. И по прошествии определенного времени эти документы передаются на хранение непосредственно в госархив. Уже их хранит, то есть принимаем на хранение мы, но потом они передаются в отдел использования и хранятся в хранилищах, в различных коробках. Под каждой организацией присвоен номер фонда. Сердце архива – это архива хранилища. Всего их шесть. Здесь находится 1088 фондов, 230 445 дел, а общая площадь хранилищ составляет 614 квадратных метров. В архиве хранятся документы, отложившиеся в результате деятельности органов государственной власти, государственных организаций и предприятий, общественно-политических организаций. При необходимости каждый может обратиться в архив, чтобы найти интересующие его документы. Если организации или частному лицу непосредственно нужно будет найти какой-то документ, либо же выписку из решения городского районного исполнительного комитета, то они приходят к нам. У нас есть стол справок, то есть это уже этим занимается. Выдачей архивных справок, архивных копий занимается отдел использования. Стол справок, частное лицо, может быть юридическое лицо, присылает запрос либо заявление, и после этого сотрудники, которые работают в отделе использования, по архивным документам, которые передавались к нам на хранение, ищут определенную информацию и потом эту информацию представляют в виде архивной справки, архивной выписки либо же архивной копии. Но среди этого изобилия официальных бумаг есть и интересные документы. Например, паспорт 1903 года, увенчанный двуглавым орлом, гербом тогда еще царской России. Есть личные подписи и отзыв, оставленный Фаиной Раневской и Леонидом Утесовым во время посещения нашего города в 1939 году. А вот так называемый фонд под номером 118 содержит информацию об угнанных в Германию людях во время Второй мировой войны и зверствах фашистско-немецких захватчиков. С помощью архива можно найти все необходимые официальные документы, генеалогические, а также исторические сведения. И этой возможностью пользуются даже иностранцы. Работают также у нас иностранные граждане. В этом году, наверное, в третьем квартале, да, во втором полугодии у нас работал гражданин из Германии в читальном зале, то есть по своей работе. В прошлом году гражданин Польши у нас работал, то есть приезжают. Сейчас в архиве работает 12 специалистов архивной отрасли. Среди них и три государственных инспектора архива и делопроизводства. По мнению Ирины Шарко, заведующая отделом делопроизводства и формирования Национального архивного фонда, стать архивистом может каждый. Ведь архивисты не рождаются, ими становятся. Архивист – это призвание. Потому что архивистами не рождаются, архивистами становятся. У нас, допустим, в отделе нашего делопроизводства и формирования НАФ работают педагоги. Я учитель белорусского языка и литературы. Среди моих коллег также есть учитель истории, воспитатель детского сада и документовед. Все мы пришли в архив, не зная этой работы, и чтобы научиться, нужно хотя бы минимум полгода, чтобы более или менее вникнуть. Принцип работы архива намного сложнее. То есть прежде чем переложить бумажку с одного места на другое, как говорят многие люди о нашей работе, нужно эту бумажку сформировать, сделать, чтобы потом можно было ее поднять, посмотреть, что там написано, и отложить в сторону. Этим занимаются наши архивисты. Сейчас архив постепенно оцифровывается. Так уже создано семь электронных баз автоматизированной информационной системы. Архив регулярно посещают студенты, журналисты и все те, кому нужна та или иная информация, которую не найдешь в интернете.